всем привет друзья это вновь мификал подкаст у нас вы заметили что у нас сегодня live поэтому добро пожаловать к нам на канал и давайте представим всех наших сегодняшних участников это данила шафа он же наш оператор сегодня решил принять участие с нами в обсуждении разных историй это рустам хака человек который всегда стоит здесь и ему есть всегда что сказать и айдар нагуманов который сегодня взял бразды проблеме правления в свои руки и ну посмотрим что из этого выйдет сегодня получается один данил сменил другого данила руку из карман все ровно сядь извините пожалуйста каждый раз когда мы что-то так не делаем ты там из-за кадра всегда нам говоришь сегодня есть опасность что мы какие-то камеры могут выключиться да просто тебя ну надеюсь такого не будет у тебя же личный бренд ты же должен дистанционно просто в голове держать все кажется все кадры и все перепланировки надеюсь тебе комфортно в смысле перед камерой да но непривычно в том плане что явно и обычно слежу за процессом сейчас мне в нем участвовать за тобой следят за мной следят теперь не привлечь и какого тебя будет самого себя монтировать я вот факты когда делал я сижу такой что за что за додик тип себя монтировать вообще это же очень странно чаще все вырежут из людей тут со стороны ты видишь ну ты же привык к ним они и в жизни такие на камеру типа плюс-минус и голос и все а когда сам себя смотришь еще отвратительно отвратительно то же самое когда я на радио я когда впервые услышал собственный голос собственный эфир господи как и все люди терпят меня а ты помнишь что тебе сказал как то что даже офигел я помню твою реакцию не я говорю слушай я услышал твой эфир на радио где ты читал новости игруте такой голос приятный прикольный ты вот так же удивился горишь да да нет ты сейчас льстишь ты мне сказал я говорю нет мне реально нравится твой тембр голос нет отвратительный голос я до сих пор так но это нормально раз когда слышу себя на радио думаю господи как это отвратительно как они это терпит а ну знаешь это стандартной ситуации музыкантами любят свои песни артисты не любят смотреть фильмы с собой монтажер не любит монтировать себя абсолютно пока так ладно что произошло ребята у нас нового за последние сколько месяц да мы не снимали life ну да где-то так ну во первых давайте обратим внимание на то что нет данилы пересторонен нет данилы и нет ильи тимохи она сегодня у нас за кадром великий гений монтажного звука отчество как проект как правильно называется твоя должность звукорежиссер до евгений гораньков сокращенно гений вот так что прошу любите жаловать а как же алексей стрельцов если звук будет беспонтовый короче вы знаете кто то сидел не звук будет отличный звук будет хоро и рим вот он же звукорежиссер лёша но лёша у нас в лагере работает поэтому ему не до нас он воспитывает подрастающие поколения данил мне сообщил что он улетел в ухань уже да да что он эту информацию по королю обезьяны ищет решил мне через google просто ну у нас всегда первоисточники полис на с обезьяном пообщаться ну да надо же лично разобраться вопросе так и из последних новостей я чипировался абсолютно окончательно и бесповоротно я тоже прививки будут да вот у меня буквально позавчера была вторая получается в кадре наконец-то людей вакцинированных больше чем не вот цена а можно там врачихи там через неделю притискать повтори эти 3 за фигарит я в целом но я видел что одну люди уже третью четвертую даже некоторые дела зачем но ревакцинация я видел я видел очень смешной тик ток там чего короче приходит ему делают вакцину и горит через три недели типа вторую он такой мне уже не нужна вторая у меня их уже пять и он такой типа втыкает и там короче аналогия как у таноса и у него типа рука становится он типа все силы собрал всех разных пяти прививок и пошел типа воевать с этим скрытого кстати в тик токе в видео там этот макконахи вроде из фильма так усилит в машине то написано когда себя свое имя увидел в списке bluetooth не на самом деле после первой немножко поштормил у меня там немножечко была температура один денек буквально я сбил и все после 2 вообще никакого этого никакого недомогания но вот у меня вообще то есть чуть-чуть не первая не вторая вообще 0 но видно не в первую я сильный шутки мы против наркотиков наркотиков и не пропагандируем вакцину честно сказать да просто просто рассказываем факт потому что я все-таки не придерживаюсь того чтобы это прям пропаганда и каждый должен сам решать но вот и вот что мне сильно не нравится что никакой информации не преподносится ну то есть была бы правильная информация гораздо больше бы народу сами лично сделал любой выбор а вот что ее нет мне кажется информации не да то есть тест своеобразный но какая информация нужна информация это работает потому что многие основное основная причина отказа от вакцин многие считают что это лекарство и невозможно типа лекарства от современной новой болезни которые только что типа вот-вот сделали то есть до сих пор не могут от гриппа от рака придумать да они кому не объясняют что это по сути не лекарство да это просто возможностью переболеть меньше чем с меньшими затраты да потому что это же как грипп вот если грипп ты болеешь самое страшное в гриппе это последствия то есть в осложнение после гриппа то есть сам грипп до сам грипп он не так страшно страшные осложнения и поэтому прививка от гриппа которую каждый год тут разработать тоже же нет лекарства от гриппа тоже все постоянно мутирует ну да тоже каждый год просто врачи собираются примерно прикидывают какой будет в этом году новую выпускают и все по сути и тебе просто обезопашивают тебя от того что у тебя там полном почки не откажут там с легкими ничего не будет и также здесь по сути то есть ты не делаешь лекарства ты просто отдаешь себе бонус переболеть послабее просто здесь пока вот как раз таки нет осведомленности людей вот я вот об этом же то же самое по идее то есть никто не объясняет и из-за этого люди как бы и не понимают типа в чем суть я работу не объясняю да очень странно да потому что но в целом вся про не пропаганда как про искать pr-компания вакцина в целом провальная да вот я кстати тоже об этом думал с точки зрения политических очков насколько ну я уверен что у нас есть прям компания ну продвинутых маркетологов которых можно было собрать и ну и прикинь какую масштабную прям можно было заработать себе бонусную программу то есть если перед выборами сентябрьский но и что-то все просрали вот они не заоценивать у нас маркетинг в принципе он не осязаем но вспомните любые рекламы до которые делать государство социальной рекламой всегда выглядит да как минимум отвратительно как максимум смешно да мне кажется знаешь чем про причина многие особенно кто постарше люди они не могут оценивать неосязаемые штуки ну то есть маркетинг ты не осязаешь это не продукт него не потрога да да просто воспринять да и ты не можешь точно оценить типа насколько он готов типа насколько он действует но с другой стороны вот как раз таки старшее поколение у нас очень заточены под телевизор ну да они больше больше ему верить то есть если по телевизору им словно сказали что эта вакцина наша отечественная она хорошая она работает еще безруков сказал если щеку безруков сказал или пореченков даже я верю да тут как бы да в старшее поколение у них нет критического мышления мало вот как раз таки очень много так называемых антипрививочников они как раз среди молодого поколения кроме тебя получается до 35 молодежь молодежь дай мне шанс пожалуйста чуть-чуть эти каждый год этот возраст молодежи повышает но жирновская счета 40 же предлагается сделать до 40 до что он чем-то как-то аргументирует ну вообще то что до 40 в принципе но человек по всем параметрам как бы развивается да но и он и чувству себя как бы нормально до 40 а потом а потом у него зрелый возраст на потом у него зрело вообще старость там что-то предлагает пусть ли там 70 что ли то есть там же у нас как там старость я не знаю я так ну насколько я понимаю пенсия по старости от 65 то есть ну получаешь пенсию ты ты уже старый доживем до пенсии открыть как сиди нэнси братан нет вообще на меня не рассчитываешь мне кажется глупо в россии до рассчитывать на хоть что-то давайте не пропагандируем наркотики нет ребят самый главный вывод который надо сделать есть вакцина почитайте узнайте достоверных источников о том что это такое как это работает и примите для себя но сделайте выбор либо делать либо не делать мы не не ту и другую сторону не поддерживаем это осознанный выбор каждого человека не вы сделали свой выбор мы сделал свой выбор ну никто никого не осуждает не подняться и никто никого не конечно ждать просто рустиком и лет пораньше часов дайте шанс дайте шанс ладно я знаете что хотел сегодня рассказать историю про то как нас еще помню в прошлом выпуске да мы на него от от отсылались или этому мы просто за кадром не мы за кадром это обсуждали ты про фанфары да про фанфары ты просто начал рассказывать и данил тел сказал не рассказывая ставь на лайфти по но это послу посмотри в общем история о том как нас встречали с фанфарами с оркестром это было очень странно происходило этого времена армейской службы надо сразу небольшое отступление у меня была служба не совсем обычная как вы можете представить я я как бы служил в части это было это был военный институт и как раз вот в те годы когда я служил вышел приказ министра обороны о том что между всеми военными институтами должен быть должен проходить квн типа вот как между обычными универами происходит как там внутри компании происходит в общем там прям очень пиар компания квн шла и вот сергей кужгет шойгу сказал между нашими военными вузами тоже должно быть квн повышает смекалку ум и находчивость вот и все-таки ну окей ладно погнали мы значит собрали там из солдат срочников команду какую-то наспех собранную сколоченную из разных ребят которые даже не были знакомы друг с другом и на сцене не были и даже на сцене друг с другом не были никогда первый в день это тоже было смешно это прям показывает всю военную как сказать мы все мои на и мышление насколько они вот однобоко мыслят в общем собрал нас какой-то полковник в одной комнате всех представьте вот ну статей от 10 человек которые первая жизнь друг друга видит и он такой ну все вот мы узнали что вы все бывшие квн щеки садитесь пишите сценарий мы такие все валер николаевич принято сейчас сядем будем писать он уходит мы садимся начинаем знакомиться друг с другом чё как кто где играл какие примерно чё какие у кого навыки опыта играли багаж может какой который можно подтянуть идут через 20 минут приходит валер николаевич обратно это полкова за полковник полковника приходит полковник и говорит ну чё где сценарий ну как бы только познакомились это квент это так не работает короче нам надо нам больше времени чтобы написать саре да он такой ладно понял хорошо ладно сидите от от стану от вас ушел приходит через два часа и сценарий мы короче месяца 4 с ним бились чтобы он понял систему что это рождается 4 месяца ходил каждые два часа играть каждый раз увеличил я надо пытался требовать от нас на ли который ну он пишется же по крупицам да и собирается из так далее так далее а тут еще и при условии что ты вообще в незнакомой компании надо притереться друг другу понять что как у кого какие возможности кто актер кто больше автор кто там еще какие-то вещи нам знаком с квн в целом и так далее со теперь у вас была какая-то цензура внутренняя то есть они же понимали очень хочу тема нельзя шутить конечно то есть это сужало круг возможно я так понимаю вас скорее всего вообще военный квн был бы полностью военное на полностью военной темы то есть сколько военную да ну военный-военный приходит в аптеку типа того это всегда просто военных так и было соиной грабила утренники у нас было менять его сын ваш hijа но вы что на утренник до сын прапорщика на утреннике то есть просто чей-то сын не мог быть нет ты должен был шутить что-то, чтобы в зале сидели вояки. И кроме как с военным делом они были незнакомы, и тебе приходилось делать какие-то вещи, которые им понятны. Прикинь, ты такой выходишь, говоришь, в случае в аптеке, все-таки, а где военные? Растеряются. Вот. И в общем, ну, мы в какой-то момент собираем программу, и нам надо ехать в Новосибирск. Я служил в Пензе, надо было ехать в Новосибирск, как раз выступать на предварительный, так скажем, этап перед Москвой. Вот. И мы едем туда, мы там побеждаем, завоевываем доверие нашего полковника. Вы прям реально победили? Мы в Новосибирске победили Новосибирск. Вот настолько это было. А две команды было, да? Нет. Против города в Новосибирске. Было команд, ну не соврать, команд 10, может, было где-то так. Вы первыми сами? Мы зайдем первое место, да. Нормально. Ну мы там, в смысле, прям во всех конкурсах у нас был высший балл, у нас, по-моему, одна четверка среди трех или четырех конкурсов была. В основной пятерки. Вот. И наш полковник такой, ну все, молодцы, ребята, вы прям показали Пензу, мы самые лучшие, с фанфарами вас встречать будет. Мы такие, да, спасибо, спасибо, конечно, классно, да. Едем обратно, ехать сутки. И в какой-то момент... Поезд? Да, на поезде мы едем. И в какой-то момент мы начинаем подъезжать к вокзалу, и, ну, а ты же видишь вот так вот вокзал в окошко? И смотрим, что там огромное количество стоит военных в шинелях, а это был ноябрь месяц, что ли, в шинелях, при параде, там что-то камеры какие-то стоят. И мы подъезжаем и смотрим, там прям трубы, барабан, короче, стоит реально натуральный оркестр. И мы выходим и там тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-танк. Мы в шоке, типа, чего? Какой оркестр, вы час у вас вошли? Вот. В общем, это было максимально странно. К нам подходили типа, эти журналисты, типа, что, как вы? Как вы выиграли местную команду? Да, местный телеканал. Вот, а Юстик cie-так, интервью брали. Мы там, что-то, на камеру все вместе кричали, что-то пенза, вперед, там, или что-то, так, ну, хором, в общем, такое. Ощущение, какое было вообще но вначале шок ладно а потом это очень странно когда тебе играет военный оркестр потому что ну ты не вернулся с войны ты не победил там условно кутов вражеского противник ничего ты просто съездил сыграл маслякова даже не видел по сути потом выделить видели в москве этом когда мы играли на сцене высшей лиги но это просто площадка выжились вот александр васильевич нам вручил спецприз от него самого как выделившуюся команду потом даже были слухи насколько это верно я не знаю честно говоря но типа в тот год карачук какая-то команда очень жестко проседала высшей лиги он хотел нас позвать даже то через сочинский фестиваль даже так настолько хороши бы но мы в там были очень хороши до тогда оркестр вполне уместен вот но это очень странно потом еще больше было смешно когда мы когда нас начали хвалить уже в собственном институте собственной части то есть мы там есть такой здоровый плац где все эти ну как бы военные подразили все роты стоят общем перед на плацу перед генеральским штабом условно вот где полковники генералы и прочее и нас короче вытащили и вот поставили рядом с этими полковниками наверх вот на эту трибуну так скажем и вокруг на нос мимо нас проходили с военным маршем с песни короче типа отдавая вот эту двину воинское приветствие наши собственные командиры то было с очень прикольный полковник майор агарков у нас был очень прикольный полковник майора агафьев нет майор который все время нас подкалывал и угорал на том что мы квенщики но он был как бы свой только он не в нем не по злому дел по доброму и было видно короче когда у них такая тема что они вот идут вот так и типа смотрят отдают воинское приветствие и он видел нас ему было капец как смешно он ржал и вот так вот прикрывал лицо чтобы не было видно что он ржет мы это естественно видели но мы тоже поржали это тоже очень странное ощущение когда перед тобой походит воинская часть суши а вот нас могут смотреть люди до ребята которые можете с ближайшее время там предстоит армия и ну поделись как как каково это быть к венщиком и проходить службу в таком формате ну так как мы были первым таким призовым нам было не сладко в том плане что не было такого так скажем подразделения кого ящики вот и никому из руководящих там из-за из офицеров ты не объяснишь что это тоже как бы ну наша работа мы там не ходим и не не бездельничаем да мы там занимаемся умственным трудом да некоторые там идут не знаю там подметают кто-то идет там помогает еще где-то там на кафедрах и прочее у нас тоже как бы свою работу и мы тоже устаем там случае в аптеке нет со стороны кажется мы просто сидим но идет мозговой процесс да вот а потом уже следующим как бы призовом им было попроще потому что ну вот этот градус недовольство снижался как они по проторенной нами тропинки шли но можно сказать что вас недолюбливали вообще в принципе остальные все недолюбливали не ты прикинь типа ты приходишь в армию ты все там бегают прыгают поджимаются к пара копы копают а эти просто типа сидят и мы на целый день уходить но мы в завтрак но у тебя идеальная опция армии конечно было но это типа сейчас был у вас сейчас есть тихий час везде вот так он и должен быть на самом это очень прикольно ну потому что но первое время мы не могли вообще к этому прыгать можно днем спать а а потом ты типа находишь этот кайф террори часок и потом в продуктивный прям вообще да да вот короче вот такая армия очень прикольно обычно а вот мне интересно получается это год год ну то есть вот сколько ты служил столько и играли по росту вы нет ну то есть я пришел в июле а первая игра у нас была в ноябре а готовится мы к не начали только там середина сентября но к тому что то есть армия закончилась и все по сути команда как бы закончилась конечно нет команда и обновилась новым призовым просто и все не на месяц старый состав естественно разошелся понятно причина потому что надо сначала же просто с другой стороны позвали бы в сочи может быть собрались бы но может быть но это же опять финансирование какие задачи это же проектом это все сложно дальше уже дать что камер коммерческая но я конечно терпеть ненавижу эти все команды в квн военные специализированные войны эти вот сины вот эти цирк как это выглядит все в целом квн уже нет не тот так но на история в общем на история от меня кстати вот часто говорят типа кто где вообще отдыхал там и так далее мы с тобой на го мы с тобой на гуа но мне всегда в любой компании я короче выделяюсь когда говорю а я был штатах таки о штатах не в штанах а в штатах тогда очень тонкие не удивляюсь да и причем когда а там же еще 2 приз есть даже тоже был всегда причем ты знаешь да этот эффект когда там типа макаса хорошие глаза ну типа дам брови на тебя резко на тебя внимание обращают вот а ты где был там я слишком много культурен да я на всех похож меня меня в основном на за мекса принимали но тебя-то но тебя черты лица я для людей пятно понимаешь татарской какой-то а когда я сказал говорю что что но был штатах сразу такого у него есть нос в общем второй вопрос который создает тебя где здесь я добиваю жесткой игру лос-анджелес и голливуд игры да и все осталось спеть песню девчонки мои сейчас не об этом вообще почему-то все самые интересные истории вот именно связано с америке может потому что это было во первых в америке а во вторых мне было 20 лет а когда это был 10 лет назад 2007 году пока зале больше зачем 10 лет больше 14 лет назад в общем мы там работали кем только не работали но у нас была одна такая профессия мы работали security то есть мы охранниками были у нас были фонарики у нас была специальная форма охранников причем на размера 2 больше ну то есть пончики еле ходили и у нас не было тачки где можно было так значит на переднюю тут ставить я хочу охраняли мы охраняли жилые комплексы то есть у них же квартиры как бы как таковые не сдаются ну допустим как у нас там в девятиэтажки да у них есть комплексы специальные для сдачи то есть это такие ну просто комплекс посередине бассейн и то есть вот все эти комнаты как бы можно сдавать то есть там никто никогда не живет но навсегда и нельзя купить просто там снимаешь и вот мы это охраняли кстати игры очень такая знаешь стрёмная работа была потому что работали мы в ночь там до семи утра и надо было обходить всю эту территорию ночью а там темно реально страшно то есть ты парковку идешь там прям вот ну страшно ты же сразу ты же в америке тоже парковка американская там же американские тачки ты сразу вот это в голове собранные фильмы вот эти страшные где там кто-то на кого-то там ну как на парковке все плохое происходит всегда да да даже достаточно вспомнить момент когда там жидкий металл бежал за мотоцикл нашел по парковке бля до сих пор боюсь вот этого момента как будто сейчас догонит уж в общем нас был такой мусульманский съезд он проходил он проходил где-то в пустыне короче там везде при организовал охране который поверил себя организуем мусульманский съезд короче это были выставлены большие шатры там то есть реально ярмарка такая да то есть там все с бородами там все там все короче и вот этот вот весь комплекс большой охраняли мы два человека ты друг я и мой фонарь вот на самом деле да вот мы ездили втроем то есть мой друг староста мою и там еще пару было ребят и причем вот это охранное агентство в котором мы работали им заведовал какой-то там то ли араб то ли кто короче ну то есть он вот ну как как на английском будет вот и деду вот но то есть вот как-то вот но вот так вот он говорил английский мы знали очень плохо очень плохо кроме ильдара ильдар учился в третьей гимназии там с английским уклоном он как бы нам спасал иногда в общем я ставлю такую ситуацию когда начальник охраны подходит коле а у коли английский чтобы понимали но колец второй друг коле это уже мне не друг уже после этого случая коля это персонаж вот вот я благодарен жизни что именно коля с нами поехал в америку потому что приукрасил эту поездку и вот сейчас есть эта история короче подход к нему начальник охраны а то ли албанец то ли ну такой с акцентом и коли объясняет задачу а коли ни хрена на английском но он делает вид что все знают окей окей вот он когда не знаешь английский все горит окей ну то есть вот такое он так и делал подходит ему а я разговору то есть я говорю плохо понимаю лучше вот какой-то крайне говорит слушай в общем на английском свет да 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 на английском а я вот просто чудом рядом оказался сейчас объясню почему чудом там был один въезд 1 шлагбаум и строго вообще никого нельзя пропускать вообще никого он говорит слушай эти оставлю на шлагбаум и коля николь я его назову николе николай николе они не могли на вас к ставим на шлагбаум короче тачки будут подъезжать никого не впускай не при каких обстоятельств никого не впускай понял окей единственная коля он такой приедет машина с курицей ее пропусти понял он говорит окей я подхожу к коле я говорю коль ты все понял ягод что сказал сейчас накормит он понял чикин только человеку поставили на главный пост он из-за того понял что чикин это еда сейчас накормит но я ему объясню конечно устал там и пропустил нужную машину вообще коля это персонаж так немножко о нем еще расскажу человек который приходил в магазин игре типа этот раньше же были диски диски там mp3 диск но mp3 на английском правильно будет mp3 ну то есть они ждут mp3 mp3 это мп-дерево да потому что я об этом не думал он подходил mp3 диск mp3 англия на mp3 мп3 мп3 вот он просто спорил этот человек всегда умудрялся в магазинах короче выбивать скидки на все я помню момент когда какой-то кошелек причем у этот кошелек уже стоил практически бесплатно да то зима отдавали и вот как бы человек который не знает английского абсолютно но хочет получить скидку он видит в кошельке немножко веревка торчит он такой такой это уже английский братан здесь он просто ему реально делали скидки в итоге коля коллег佐 те привет если смотришь это мы же все поехали туда и как бы у всех студентов который дает задает вопрос по приезду вы купили поездку молну вы заработали но потратили эти самые деньги мы вроде там потратили что-то на тот момент 3000 долларов на всю поездку сколько вы были там четыре месяца 4 месяца 3 месяца до 3000 баксов и коля умудряется взять подать заявку в банк то есть там можно заказать не жителям америки подать заявку банк на кредитную карту так и обычно одобряют ну как бы нелегалом но максимум 400 долларов или коля одобряет на 3000 долларов карту он снимает все бабки и уже от россии аферист он окупил боя я я слышал такие истории прикинь вот это ты будешь на историю даже не про насколько я знаю ему теперь в америку нельзя ну по крайней мере нет ему можно но ему там делать не что то что банках он черный за там все рядом там без банковской системы не выживешь община это очень странно конечно а ты больше после этого не гонял америку у меня племянница уже достаточно взрослых она очень грезит об америке она очень хочет в америку поехать и она мне сказала что вот в течение двух лет мы с тобой должны как-то организоваться и мы с тобой вместе едем в америку про сгонять туда обратно надо просто гай но я вообще хочу съездить естественно приехать взять тачку там и просто прокатиться по штатам но пока вес нет братан пока даже посольство нет пока даже посольство то есть вообще не попасть но ближайшие там полгода точно может быть там но отец есть какие-то остались там знакомился не не только с коли ельдаром ты там общался ну конечно конечно минимум от борода ты этот албанцы и не знаю ну конечно страшно там друзья живут то есть много кто-то мне вообще сестра там живет по отцу давно если не общался вообще в жизни ни разу но она есть тоже в лос-анджелес да тоже лос-анджелес такая история я но я тебе пожелаю всего лишь открытие давайте раз собрались давайте но что пожелать за открытие границ хороших и в том числе мы не пропагандируем никакое распитие алкогольных напитка здесь вода даниил явный пример плохого распития она мне еще одна история загажники про то она с тобой кстати связано про то как я умудрился профукать телефон мне уйти нет слушай и пойми как быть мне друг после как коля понял персонаж ты тоже в этой истории персонаж ладно история про самокаты сейчас же все пользуются самокатами ребят ловите лайфхаки и еще остерегайтесь всех этих ребят короче как было дело я буду сейчас называть все своими именами никакой рекламы ребят нам никто ничего рустам рустам не денег не дал нисколько в общем я отработал ночную смену в караоке своей и решил что типа надо идти домой такси это как бы для мажоров и старпёров а я человек молодой и энергичный караоке работаю в караоке и поеду к я до самокате до дома нахожу ближайший в ушевский разблокирую его все нормально и у них сейчас есть крепление для этого для телефона я вставляю туда чтобы смотреть на карта уже темно тут сколько часа три полом ночи было или два вот и думаю буду поглядывать на карту и ехать и под тем более ну если есть место для телефона она в нем должен быть телефон вот но там не кстати никогда не внушил доверие его когда пирос увидел так и думать что-то вместо лицель да ну как то как-то ну крепеж да вот этот крепеж ну типа прикинь упадешь и телефон еще разобьем то же самое падешь фигня но сам я уверен в силах и навыках вождения ты же многосериальный я своих силах и навыках вождения был абсолютно уверен и в общем ну я поехал а у меня еще наушники беспроводные вот эти большие которые я включил короче максимально изолировался до всего вот и я еду вообще представлял что он летит короче только у меня не такой руль широкий был на был маленький просто так ехал вот я в общем еду темно там суббота вечер по моему или пятница вечер это был вот куча людей которые между клубами в центре города шатаются и я общем еду подрезать там случайно какого-то таксиста вот самокатчик самокатчик ну за и ехал по дороге а я уехал все это время по тротуару но так как мне на встречу шла большая группа людей не вполне трезвого состояния этому от греха подальше их просто обеду чтобы никакого конфликта не было и вот в момент а это как наушниках я же не слышу что происходит за мной там и вокруг я случайно вообще подрезаю таксиста но все обходится единственное ну я повернулся естественно я увидел я и перед ним извинился он видимо уставший от жизни и от работы на меня шмалять по тебе не вам просто выругался прям очень здорово и очень хорошо да уж мол о том что я неправильно езжу на самокате нарушая все возможные правила дорожного движения вот но вроде как мы разошлись ну без конфликта вот после чего я проезжаю еще метров где-то 100 наверное понимаешь у меня пропадает музыка в наушниках я смотрю на место где должен быть телефон а она пустое то есть и ну я понимаю что просто ну вот это bluetooth у меня уже типа метров сто где-то вот там где-то вместе в районе конфликта я потерял как раз свой телефон вот я возвращаюсь и идя на звук да да я на звук я понимаю где пропадает где появляется то есть это был да вот пропадал появлялся да 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 то есть он я здесь здесь типа того да я обшарил вообще все я даже нашел какой-то колодец я думал что вот туда вот ну да решетка слив у меня туда упора упал короче вот но там его не было и я понимали нет но я вот там светил уже всякими этими этим и в уши скин самокатом его светил туда я прям нагнул вот и и ну нету там его и понимаю что ну звук начинает пропадать а это за что ну кто-то забрал мой телефон и и уходит позапать их поделать его я такой думаю ну все хана типа чуть чаще сделать типа ну забрали телефон надо как-то с этим смириться а мне типа на следующий день надо было ехать в другой город вести концерт а еще там на следующее утро через день получается на утро мне надо было лететь в москву ну типа на другое мероприятие и типа ну а я без связи вообще то есть ну это как-то ну не радует и думаю ну ладно надо типа решать проблем по мере поступления потому что мне еще надо каким-то боком без телефона умудрится сдать самокат это армейский вот этот закал когда это уже да по мере поступления задач вот я такой думаю ну ладно сейчас доеду до типа дома свяжусь там через ком с техподдержкой и попрошу там типа ну так и так объясню ситуацию в итоге я подъезжаю домой паркуюсь во дворе чтобы типа но никто не уехал на моем самокате типа ну думаю о том чтобы типа не прав не профукать самокаты более немой захожу домой пытаю ну нахожу сайт в уши на котором нет вообще никакой возможности связаться с техподдержкой только через почту типа через email и такой типа блин но это типа долго это мне пока утром посмотрят пока это все это время с почту россии ну да там же еще тарифы дела у меня идет как бы 4 рубля минута мои и типа как бы про профукать денежки не хотелось я думаю так чего надо сделать думаю и нахожу онлайн людей которые у меня есть в акате подумал но у всех же есть в уши вское приложение или скачать его можно чтобы чувак объяснил там через техподдержку так нахожу вот этого персонажа николе вот так сказал да нахожу вот этого персонажа хорошо на тот момент нахожу друга спасителя который онлайн который мне отвечает которому я объясняю ситуацию на время напомню сколько а время три часа ночи ну я знал что в пятницу три часа ночи ты тоже после работы не спишь рустик в три часа ночи в пятницу отвечает на сообщение я лежал я лежал на самом деле вот я такой знаешь из разряда такой у меня будильник поставил сейчас такой и там тут вот только лег как это обычного а еще как это обычно бывает знаешь ну типа обычному девчонки написать ночью пьяные и такие ты всегда отвечаешь на такие сообщения они короче пишут а типа а ты где приезжая например да а ты такой ну типа я же все же спать лег а вот рассмотришь сообщение удалено ну то есть она протрезвела дождалась да тут и думаю да нет вот сейчас этот момент не пропущу такой беру это мой дар а там и дар с проблемой как сдать самокат общем я ему объясняю ты по моему связываешься да с поддержкой они лично нашел телефон как того алена и в итоге что происходит я думал что они мне просто но войдут в положение что у меня нет телефона что я не могу сам это сделать они мне влепливают штраф 500 рублей за то что припарковался не в том месте вот но снимают этот какого оплату все заканчивать мою поездку я думаю ну бог с ним ладно хотя бы эту проблему нашу дописал вообще этот а я зашел в instagram через комп и оттуда тебе все писал он же не с хакер он и тик ток смотрит без регистрации и в инстаграме может сидеть без телефона тысяч триста с лишним подписчиков у нас сейчас я уверен я знаю да вот ганс последний который набрал 20 тысяч просмотров я я слежу ребят я к серый кардинал мне же надо знать когда смерть моя пройдет вот остается вторая проблема типа к как ну найти телефон тоже у меня в телефоне в чехле еще и карточка моя банковской да и в целом типа ну без связи не это не кайф тут пишу сестренки а я типа сразу нескольким людям написал так и так и тут мне отвечать сестренка моя родная игра типа чё случилось игру так и так нет телефона она звонит на мой телефон почему-то я не думал с тебя вам да кстати я тоже сижу думаю почему еще думал как найти мой телефон а можно же было просто него позвонить вот у меня паника на тот момент просто наверное вот она созванивается там берет какой-то мужик трубку и говорит типа что это завтра забирай там то там то денег ничего не надо понимаю все дела я такой все отлично круто я пишу тебе тоже грынуть у меня нет телефона мы с тобой договариваются заедет за мной пожалуйста завтра вот в 10 часов утра и мы поедем туда туда сейчас переломный момент когда я из другого врага превратился на рассказать спустя четыре часа это произойдет когда я проснусь рустам не отвечает на сообщение и я не могу не позвонить ему чтобы разбудить сообщение все это беспорядка и хакерские возможности ограничения вот но есть у меня другой друг спаситель вот ты сейчас превратился в персонажа плохого и отрицательного исключительно теперь вот другой друг который я ему ну написал типа говорю а там уже ну как бы время подходит к 12 потому что ну в 12 он договорился со мной встретиться иначе пусть 12 твой телефон превратится в ты не ну я тоже понимаю что типа человеку наверное на работу или еще куда у нее планы свои мне надо как бы на воровать он дальше воровать пошли вот типа ну лучше от греха подальше типа все нормально условленное время встретиться вот тут я пишу другому другу который мне просто а ну вот я говорю так и так надо съездить он такой одно сообщение сру выезжаю все хоха я правильно павел первое слово до 3 буквы да он сидел в туалете и сейчас вот срочно руки умой через полчаса он приезжает ко мне хотя ехать ему 10 минут ну ладно и в общем да он заезжает за мной по полу друг полу муж такой мы доезжаем получается я по дороге созваниваюсь с этим чуваком через его телефон он не оставил телефон вот он говорит все ягод типа уехал но там это в выйдет бабушка типа она те отдаст это у бабушки такой тембр был до мужской я уехал на телефон оставила за более там тебе вынесет отдаст и такой все ок понял подъезжаю выходит бабушка какая ты но я думаю мама наверное его типа таким бабулька выходит а так просто не возьмешь есть задачка для тебя она так и сказала практически разблокируй телефон чтобы показать что это твой а я такой типа ну пальчик все горю это мое спасибо большое спасибо огромное в этот момент в этот прям секунду мне звонит телефон они не в эту секунду она что ушла видимо передала сообщение то что отдала телефон как грешником да и он мне звонит я вот момент дру трубку он говорить все нормально да да он это смысле который мужик который нашел чем она и туда мне поведал историю которые ну которая сдалась за кадром о которой я не знал оказывается то я не знал тоже вот все что ты говорил я это знал уже да а вот сейчас происходит тоже чего-то не знал я тоже он говорит оказывается вот этот мужик бы стал свидетелем нашего конфликта с таксистом и увидел как я вот в момент конфликта выронил телефон и не заметил этого Таксист, обозлобленный на меня, шею его подрезал. Говорит, вот тебе будет уроком. И начинает забирать мой телефон. И этот чувак с обосредованным чувством справедливости говорит, а я-то у него не заберешь. Двоечку ему в табло прописывают. Но он так не описывает. Он мне так рассказывает. Я ему два раза в табло прописал, забрал у него телефон и ушел. Говорит, все, а я возвращаюсь я, и он удаляется. А я же не знаю, кто забрал мой телефон. Нет, в этот момент там драка была, а ты там в колодец. Может, это и так был. Но таксисты нам уже не было, когда я вернулся. Вот, и он, типа, говорит, ну все, мне никаких денег не надо, просто вот консьержки отдай, типа там, шоколадку купи. А это казно, вот это бабулька была консьержкой. Я так и чел, это слишком маленькая плата за мое разгильдяйство. Я прям тут же пулей долетел до ближайшего магаза, где отдал шоколадку, он сказал, она еще мне всю карму почистила, всех этих, ну как вот бабульки сделают, вот, всех благ пожелал. И все, и в итоге я, типа, с телефоном, там все нормально, все в порядке, никаких ни звонков, ничего, ни с карты, ничего не списано. Вот. А, единственное, у меня дофига пропущенных от человека, у которого я должен концерт вести. Вот, но я тут же перезвоню, говорю, все нормально, я еду. Ну ты легко отделался. Я очень легко отделался. Я перенервничал, я посидел и постарел лет на 20, мне кажется, особенно когда с утра не мог достучаться до Рустама. Я бы сказал, знаешь, как нужные и хорошие люди попадались, если мы в это место. Ну чувак прям реально очень... И уходили с моего пути так же неожиданно, как попадались. Не, ну, ради того тебе... А ты еще, ты, собственно, проспал? Что? Ну ты не отвечал. Он с какой-нибудь душой стал, конечно, сто процентов. Зачем? Как только мы решили этот вопрос, когда ты же мне, сказать, написал то, что... Нашел телефон, то, что мужичок там тролляет, и я такой, о, ну все хорошо, теперь точно спать. И все. А потом он же написал то, что мне нужно срочно, чтобы ты выехал с утра, или нашей дружбе придет конец. Это все, я как бы... Утром удалился. Не так драматично, конечно, все было. Я бухаю, мой вреда. Там было, сволочь, урод, почему-то не отвечаешь. Как это... Прикольно. Где алименты, вот там должно было последнее сообщение выйти. Так, ну, я думаю, можно подытоживать, да, наш сегодняшний лайф. В очередной раз могу сказать точно, что есть Данила Перестален, нет его, как бы, в целом, все. В целом, ничего не меняется в нашей жизни. Да, и давайте так, мы же не делали в прошлый раз. Пусть в комментариях люди напишут, какая им история больше понравилась. Ну, так, для разнообразия. Твоя или моя? Нет, вообще, ну, здесь из всех историю. Ну, я одну рассказал, ты там. Я тоже одну. Или две. Я уже не помню. А, вот смотри, мы про вакцины поговорили. Мы поговорили про армейский КВН, про как Колю накормят. И самокаты. Кстати, все темы актуальны, я думаю. Друзья, вообще, пишите в комментариях. Мы реально кайфуем. Вот это прям такой балдеж. Я каждый раз проверяю, кто там что написал. Те люди, которые нас не знают и пишут, прям вообще балдеж. А те люди, которые нас знают, но не пишут. Дорогой ты наш Робби Бобби. Мы ждем всех твоих и читаем все твои комментарии. Да, это очень круто. И новые, кстати, люди начали тоже писать. И, ребят, те, кто нас знает тоже и подписан на канал, пишите тоже. Нам тоже приятно. Мы хотим знать ваш фидбэк. Интересно вам вообще или нет? Ну, и в конце-то концов, ребята, лайки, комментарии, подписка. Если вы вдруг каким-то боком смотрите нас и до сих пор не подписались, обязательно нажмите на эту заветную кнопочку и сделайте. У нас уже больше 500. Да. 500, что-то 9, что ли, я вчера... Да, вот недавно мы перешли этот рубеж в 500 человек. Мы безумно рады. Для нас это был настоящий праздник, ребят. Мне нравится, кстати, что люди говорят, не останавливайтесь. У них какое-то ощущение, что мы можем остановиться, потому что, ну, может, подписчиков мало. Ребят, не переживайте. Не переживайте. Мы не остановимся. Вот видите, нас даже не остановило отсутствие Данила Христарольна. Вот. А с чего вдруг вообще должно остановить, да? Вот. Муж-машина. У нас только это подзадорило. Бульдозер. Вот, ребят. Все. Ждем комментарии. Читаем их всех внизу здесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok